своими аплодисментами мы говорим добро пожаловать всем еще раз за то что вы к нам присоединяете сергей голове меня зовут это прямой сигнал из церкви христианской веры здесь в городе сакраменто штат калифорния мы приходим к вам из нашего русскоязычного служения спасибо всем для нас это большая большая честь прийти в ваши дома и поделиться вместе с вами евангелием те из вас которые присоединяются к нам на спутнике galaxy 19 здесь покрывающим всю территорию соединенных штатов америки как на телеканале импакт также на телеканале tbn россия огромнейшая огромнейшая благодарность и благодаря телеканалу tbn россия мы можем выйти за пределы соединенных штатов америки и наш сигнал сейчас в странах западной европы и не только 21 30 центральное европейское время мы прямом эфире 22 30 киевское время и московское время в равной мере 22 30 еще раз спасибо вам продолжение этого эфира на своем экране вы будете видеть номер телефона если вы пожелаете позвонить и сообщить нам где вы принимаете наш сигнал мы будем очень и очень благодарны вместе с этим если вы желаете чтобы мы помолились за вас есть номер телефона или адрес электронной почты сообщите нам об этом и мы охотно подставим свое плечо библия грит носите бремена друг друга и таким образом исполните закон христов церковь будьте добры еще раз своими аплодисментами пригласите нашу аудиторию которая присоединяется к нам сегодня пожалуйста располагайтесь поудобней я хочу начать сегодня свое послание из 16 главы евангелия марка тема этой проповеди оружейная палата господа это продолжение того о чем мы уже говорили с на нашей последней встречи я позаимствовал это название из 50 главы книги пророка иеремии из 25 стиха за недостатка времени мы не будем обращаться к этому тексту мы сегодня пойдем в марка 16 главу если вы открыли марка если вы открыли 16 главу закричите громко халилюя и так у марка в 16 главе в 15 стихе христос говорит идите по всему миру и проповедуйте евангелие всей твари кто будет веровать и креститься спасен будет кто не будет веровать будет осужден у верующих же будут сопровождать эти знамения именем моим будут говорить новыми языками у верующих будут сопровождать последующие знамения уверовавшие будут говорить новыми языками 16 марка это то что мы называем великим поручением или последние стихи этой главы то что мы называем великим поручением и христос обращаясь к самым близким ему людям говорит идите по всему миру в оригинале используется слово космос нет не с тем чтобы отправиться в космос но практическая аппликация его заявления сходится к чего вот к чему идите по всему миру идите в мир бизнеса идите в мир мидии идите в мир спорта идите в политическую сферу принесите евангелие везде евангелие принадлежит всем евангелие принадлежит каждому есть люди и богатые и бедные есть люди которые занимаюсь занимают самые высокие престижные места и которые вообще не занимает никаких мест но они одинаково нуждаются в искупляющий благодати господа иисуса христа идите по всему миру и проповедуйте евангелие всей твари и потом она говаривается не вся тварь однозначно будет реагировать на предлагаемую вами проповедь когда вы пойдете будут те которые не уверуют будут те которые уверуют и будут те которые не уверуют это не ваша задача переживать за неуверовавших ваша задача озвучить послание ваша задача принести евангелие и когда евангелие будет звучать кто-то уверы но кто-то и не уверы так вот христос оговаривается в следующем неуверовавшие будут осуждены но уверовавших будут сопровождать знамения и он перечисляет какие знамения будут сопровождать тех которые уверуют в евангелие в евангелие иисуса христа и одно из этих знамений это говорение на иных языках сколько уверовавших сегодня здесь сколько уверовавший в домах сегодня вас сопровождают или должны сопровождать знамения одно из них не единственное одной из них это говорение на иных языках и собственно о говорении на иных языках мы с вами ведем речь почему потому Потому что говорение на иных языках – это сегодня очень спорная тема в контексте того, что, можно сказать, евангельская община разделилась. Самые разные, самые противоречивые мнения. Люди пытаются ответить на вопрос, какое место языки должны занимать. Надо молиться на языках или надо говорить на языках? Надо молиться на иных языках или говорить на иных языках только в своей тайной комнате? Или все-таки молитва на языках или говорение на иных языках и для общего собрания? Если церковь молится на общем собрании на иных языках, до какой меры, до какой степени это допустимо? Правильно ли будет молиться на иных языках на платформе? Надо ли, чтобы всегда молитва на языках или говорение на иных языках сопровождалось истолкованием? Самые разные мнения, самые разные утверждения в этом аспекте. И мы говорим об этом в силу того, что апостол Павел, я думаю, дает исключительный ответ или исключительные ответы на все эти вопросы в Первом Послании к Оринфянам в 12, 13 и 14 главах. И некоторые основания мы уже положили с вами на нашей прошлой встрече. Но вот что остается непреложным. И мы с этого начнем сегодня. Первое послание к Оринфянам, 14 глава и 39 стих. Первое послание к Оринфянам, 14, 39. Итак, братья, это Павел говорит, Павел, который в 14 главе отвечает на очень многие вопросы, подводя итог всему, пишет Первое к Оринфянам, 14, 39. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте, кто-нибудь закричи, не запрещайте. Закричи громче, не запрещайте. Почему он пишет об этом? Он пишет об этом, потому что не исключено, что имела место практика запрета говорения на иных языках. Как в личной, в личном молитвенной комнате, в частной молитвенной комнате, так и в общем собрании. В противном случае не было бы смысла прописывать все это. Да, братья, ревнуя о дарах духовных, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, чтобы обогатиться этими дарами к назиданию церкви. Но я прошу вас, он говорит, не запрещайте говорить и языками, не запрещайте молиться духом. Мы думаем, евангельская община разделена в этом аспекте только сегодня. Да нет ничего нового под солнцем. И на заре христианства, и в самые ранние годы церкви этот вопрос поднимался одним образом или другим. Поэтому Павел прописывает, ревнуйте о духовных дарах, ревнуйте о пророческих дарах, ревнуйте об остальных дарах, о которых я пишу в 1 Коринфянам в 12 главе. Но, пожалуйста, не запрещайте говорить на иных языках. Поэтому давайте вооружимся этой мыслью в целях сегодняшнего собрания и в целях нашего сегодняшнего эфира прямого. Давайте вооружимся следующей мыслью, что ни я, ни вы, никто из нас никогда и никому не будет запрещать говорить на иных языках. Согласны? Посмотрите, в той же главе, в 1 Послании, в 14 главе, в 18 стихе он говорит, «Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю на языках». Вот он, апостол Павел, если он остается хоть каким-то эталоном для нас, если он остается хоть каким-то наставником для нас, если он остается хоть каким-то учителем для нас, о себе свидетельствует. «Я благодарю Бога!» «Я более всех вас говорю на иных языках». Понятно, не адресован вопрос. Это в своей личной практике или это в церковной практике. Но он утверждает, «Я более чем кто-либо». И мне кажется, в прошлый раз я немножечко упоминал о том, что на момент написания этого послания церковь в Коринфе было более 50 тысяч человек. У него было смелости заявить, что «Я более всех вас говорю на иных языках». «Я благодарю Бога!» Мы благодарим Бога, как правило, за те вещи, в которых мы усматриваем определенную ценность. Здесь или нет? Если у вас был позитивный, ценный опыт, если вы окружены позитивными, ценными людьми, даже за неприятелей своих, иногда мы благодарим Бога, должны всегда, но не всегда получается. Но благодарим за то, что принесло в нашу жизнь, что обогатило нас, что сделало нас лучше. Апостол Павел никогда не благодарил бы Бога за говорение на иных языках, если бы он в говорении на иных языках не усматривал определенной ценности. Поэтому моя задача сегодня будет сводиться к тому, чтобы в следующих несколько минут с помощью благодатного Святого Духа открыть для себя и для всех нас ценность молитвы или говорения на иных языках. Будем мы это делать лично или мы это будем делать публично, оставим это для следующего раза. Давайте забьем гвоздь в важности говорения на иных языках. Согласны? Поехали. Во-первых, почему говорение на иных языках важно? Говорение на иных языках или молитва на иных языках очень важно по ряду причин. Первая из них сводится к тому, что когда ты, я и все мы вместе молимся на иных языках или говорим на иных языках, мы назидаем самого себя. Первая Коринфянам, 14 глава, 4 стих. Чтобы не быть многословным. Есть пути, когда мы назидаем друг друга, но есть рычаги, есть инструменты, есть методы самоназидания. И апостол Павел пишет в первом послании Коринфянам, в 4 главе, в 4 стихе, первая половина. Кто говорит на незнакомом языке, слушайте внимательно, тот назидает себя. Еще раз. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. Если вы все еще спрашиваете, почему важно говорить на языках, почему важно молиться на языках, молитва на языках, говорение на языках, важно в целях самоназидания. Вы знаете, мы как-то, как тот аккумулятор. Мы можем подсесть. Мы после сегодняшнего собрания с завтрашнего дня окунемся в общество, рабочее место, люди, у которых свои переживания, сложности. Иногда разговор с человека может опустошить тебя. Иногда даже член семьи может раздражить тебя. и твоя батарея подсаживается. Так вот, молитва на языках, говорение на языках, служит инструментом для самоназидания. И если вы спрашиваете у меня, зачем молиться на иных языках, то я спрашиваю у вас, а почему не молиться на иных языках, если молитва на иных языках назидает меня? Зачем упускать такую возможность, если говорение на иных языках служит целям самоназидания? Вы здесь или нет? Итак, почему мы говорим на иных языках? Почему мы молимся на иных языках? Почему молитва на иных языках важна? В целях самоназидания. Номер два. Не только назидание, но и созидание. Я хочу, чтобы вы увидели разницу между одним и другим. Иуда, 1 глава, 20 стих. Послание Иуды, 1 глава, 20 стих. Нет, это не тот Иуда, который повесился. Иуда, 1 глава, 20 стих. А вы возлюбленные. Сколько из вас в этом зале возлюбленных? Сколько из вас понимает, что вы возлюбленные? Что Он возлюбил вас еще прежде бытия этого мира и простер к вам, ко мне и каждому из нас свое благоволение. Поэтому к возлюбленным Иуда обращается и говорит, вы возлюбленные. В русской Библии используется слово «назидая себя на святейшей вере вашей». Цитирую английский перевод. Подавляющее большинство английских переводов звучит следующим образом. «А вы, возлюбленные, созидая самих себя в молитве Духом Святым». Мы не только самоназидаемся, когда молимся на иных языках. Мы не только самоназидаемся, когда говорим на иных языках. Мы самосозидаемся. Мы самоустрояемся. Помните, апостол Петр в одном из своих посланий говорит, «Вы, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный». Каждый из нас – это духовный камень, очень важен на строительной площадке церкви. Этот камень должен быть устроенным, благопотребным владыке на всякое доброе дело, чтобы Бог в нас мог найти применение или через нас Бог мог найти применение. Каким образом это возможно? Когда мы, молясь Духом Святым, самоназидаемся и самосозидаемся. Я спрашиваю опять, есть ли такая возможность имеется? Почему упускать эту возможность? Если я молюсь, молясь в Духе Святом, назидаю себя, если я, молясь в Духе Святом, созидаю себя, то почему пропускать эту возможность? Вы здесь или нет? Поэтому я хочу поощрить себя и вас. И если у кого-то какие-то есть свои взгляды в отношении публичного говорения на языках или в отношении говорения на иных языках со сцены, пожалуйста, позвольте мне спровоцировать вас к тому, чтобы хотя бы вы прибегали к этой практике в своей личной, персональной, молитвенной комнате. Бытует школа, которая не выдерживает абсолютно никакой критики. Я когда почувствую, я тогда замолюсь. Вы знаете, это то же самое, что люди иногда говорят, я когда почувствую, я запрославляю. Ну, слушай, если твое прославление связано с чувствами, то позвольте мне уверить в вас, уважаемые христианчики, что дьявол будет работать 24 часа в сутки, чтобы вы ничего и никогда не чувствовали. Потому что он понимает, каким оружием является хвала и прославление. И если мы подвязываем хвалу и прославление к чувствам, то он убедится, чтобы вы не чувствовали. Хвала и прославление никакого отношения к чувствам не имеет. Хвала и прославление это осознанное последователями Иисуса Христа решение. Давид говорит, благословлю Господа во всякое время. И хвала Ему непрестанно в устах моих. Вы что, хотите сказать, что он во всякое время чувствовал себя превосходным? У него были деньки, когда его ближайшее окружение хотело его убить? Как бы вы чувствовали, если возле вас собралась толпа обиженных, недовольных, постоянно ворчащих? Вы хотите мне сказать, что Давид всегда чувствовал себя готовым к прославлению и хвале? Да нет. Он был в такой же плоти, как мы с вами. Он был же в таких обстоятельствах, если еще не сложнее, как мы с вами. Но хвала это осознанное решение. Благословлю его во всякое время. Во время дождя, во время солнца, во время какого-то раздражения, во время, когда все хлопают по плечу, во время, когда я окружен хорошими людьми, и во время, когда я окружен не очень хорошими людьми, благословлю Господа во всякое время и хвала Ему непрестанно в устах моих. И он даже говорит, Господом будет хвалиться душа моя. Это же правило применимо и к говорению или к молитве на иных языках. И есть устаревшая, не оправдывающая из себя школа мысли, что когда я почувствую, я самолюсь. Вы знаете, это глупо даже со стороны дьявола, если вы уже повелись на эту волну, позволить вам почувствовать это. Потому что он знает, какая сила сокрыта в том, когда последователи Иисуса Христа, исполненный Духом Святым, открывает свои уста и начинает благословлять Господа на ином языке. Кстати, тот же апостол Павел в той же главе в 14-й говорит, что же делать? Когда вот эти вопросы сыпались, говорит, что же делать? Я вам скажу, что я буду делать. Буду молиться Духом, буду молиться умом, буду петь Духом, буду петь. Хоть одно слово есть о том, что воспою Духом, когда почувствую. замолюсь Духом, когда что-то ударит меня где-то в затылок. Нет! Осознанное решение последователя Иисуса Христа. Я буду молиться Духом. Я буду петь Духом. Почему? Потому что молитва в Духе, говорение на иных языках служит целем самоназидания. Потому что молитва на иных языках, потому что говорение на иных языках служит целем самосозидания. Я не знаю как вы, но я хочу быть сильнее каждый день. И эта сила доступна каждому человеку, когда мы открываем свои уста, распахиваем свое сердце. Помните, Христос сказал, что Царство Божие внутрь вас есть. И Царство Божие всегда в режиме распространения. Каким образом Царство Божие может распространиться внутри меня, когда мое вместилище станет больше, а мое вместилище духовное станет больше тогда, когда я вооружаюсь этой дисциплиной и начинаю молиться в Духе Святом. Вы здесь или нет? Готовы сделать еще один шаг? Вот как по мне можно было бы и остановиться здесь. Вот честно, если бы это было все, это уже потрясающе. Дух Святой, говорение на иных языках, молитва на иных языках, зачем? Я сама назидаюсь. Вот когда никого нету рядом, не надо опускать нос, есть инструмент, есть рычаг, есть возможность, чтобы назидать себя, молясь Духом Святым. Когда чувствуешь, что силы покидают и есть страсть самосозидаться, есть рычаги, молитва в Духе Святом. Поэтому я повторюсь, если бы это было все, я бы уже благодарил Бога всю вечность. Но это даже не все. Вы представляете, это даже не все. Ты спрашиваешь, а что еще? А я рад, что ты спрашиваешь, потому что я хочу ответить и на этот вопрос. Итак, в-третьих, молитва Духом или говорение на иных языках, молиться Духом или говорить на иных языках, это говорить тайны. Первое Коринфянам 14.2 Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям. Не обижайтесь. О чем он говорит на ином языке, никто его не понимает. Но он не для тебя это делает. Ты что такой супермен, ходишь здесь, все должен понимать? Что то говорят на языках, никто не понимает. Конечно не понимает, потому что он не человеком говорит, он Богу говорит. Ну если он ходит посекретничать с Богом, чего как-то любопытная есть секретная линия, есть особенная связь у Творца со своим творением. И я как рожденный свыше человек благодарю Бога, что в момент, когда мне надо, это больше всего, у меня есть линия связи. Люди не понимают, бесы не понимают, дьявол не понимает, я тайны говорю духом. Так написано, еще раз, 1 коринфянам 14 2 ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, тот говорит Богу, он тайны говорит духом. И вот я здесь в оставшиеся несколько минут хочу приостановиться. Почему? Потому что апостол Павел не оставляет это заявление в воздухе. Он продолжает свою мысль. Он очень стратегичен кстати в контексте написания 14 главы первого послания коринфянам. Он выбрасывает во втором стихе, грубо выражаясь как бы кость и говорит тот кто говорит на незнакомом языке говорит не людям. Тот кто говорит на незнакомом языке говорит Богу. Он тайны говорит. Никто из людей его не понимает и понять не может. Потом делает шаг назад и в 13 стихе возвращается к тому человеку который во втором стихе начал говорить Духом Святым и пишет поэтому говорящий на незнакомом языке поэтому духом молящийся тайны слушайте внимательно молись о даре истолковании львы львы львы